здравствуйте с вами русский охотничий журнал я его главный редактор михаил кричмор и мы на стрельбище с охотником константином самсоновым и с его замечательными винтовками здравствуйте константин занимается горной охотой и снайперской стрельбой и вот расскажите пожалуйста что это видло перед нами стоит очень я бы сказал сексуальные сексуальный вид по-другому не могу сказать в этих оружий когда начал заниматься горной охотой то принципе не понимал что такое стрельба и как она производится на дальний сверхдальной дистанции как говорится поругают меня некоторые горные охотники которые говорят о том что к зверю нужно подходить очень близко ну я считаю так что все зависит от задачи первая моя винтовка которой я вот из этих купил это вот эта винтовка компании манлихер причем я ее купил не для горной охоты почему-то меня все тянуло вот еще раз говорю дальней стрельбе и я ее купила для охоты ну скажем на лис да на косуль на на лис с дальней именно дистанции почему это даже не знаю но как потом показал что я правильно сделал выбор я пришел какой сейчас расскажу я пришел в компанию арсенал прошелся и узнать ну как некое чутье да было я взор у меня упал тогда только она вышла это был по моим 2018 18 год на эту винтовку и купила в калибре 308 соответственно почитал до этой информации у нас было написано что 308 калибр достаточно оптимальный как для охоты так и для стрельбы на какие-то дальние дистанции сейчас кстати многие стрелки продолжают стрелять этим калибром и успешно участвуют соревнованиях выиграют соревнования и поносил и понял что тяжеловато для охоты ну и готовясь к всевозможным с другими уже винтовками горным экспедициями своим один замечательный человек мне говорит слушай а чё тебе не попробовать вот быть ближе к нам к стрелкам к снайпингу и дал познакомил дал телефон познакомил меня замечательным моим близким товарищем сергеем кириченко который вот до сих пор тренирует ну чуть меньше года прошло с момента когда я начал заниматься снайпингом и первый вопрос был у тебя какая винтовка я говорю у меня манлихер ссг 008 не может быть у меня такая же я понял что я попал тогда в цель купил дополнительные стволы другие стволы 65 критмер такой достаточно модный сейчас в россии ствол для снайпинга ну и вот с ним и стреляю и у нас получается с ним одинаковые винтовки ну и соответственно когда участвовал соревнованиях тренировках то работа с не с неустойчивыми позициями работая на дальние достаточно дистанция все равно слетаешь с цели да мне хотелось вот скажем положил ее на бревно или положил ее на ферму и она стоит и сергей посидел подумал предложил вот такую вот конструкцию сделать сделать да то есть мы нашли баланс наши винтовки и сегодня на ровно где-то поси посередке и немножко утяжелили она весит порядка двух килограмм а винтовка стала весить порядка десяти килограмм на и при том же калибре что и есть она сегодня замечательно работает и вот на последних соревнованиях это в принципе и показала сделай да это калибр 66 половины все вот за год сжег я ствол порядка трех тысяч за год чуть меньше года произошло на стрела и мы будем его менять для этого года самостоятельной мастерской нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет самостоятельно если ты работаешь с винтовка то это и конечно должен дознать я сегодня продолжаю буду продолжать тренироваться и работать с этой винтовкой участвовать в соревнованиях она меня в принципе устраивает но как я говорил еще какие-то оптимальные вещи до этого у меня была другая винтовка английской компании а курсе а x она была конечно тяжелая достаточно и и использовал в основном для гор насмотревшись разных фильмов но от нее отказался и вот сергей предложил попробовать приобрести вот эту замечательную винтовку компании диссерт эйча с рс а2 последняя модель она весит вот вы можете понять что он достаточно легкая то есть с оптикой наверное килограмма четыре с половиной вместе с ошиками может быть чуть чуть побольше то есть это 10 получается это четыре с половиной и в двух стволах до двух калибрах это для тренировки скажем 3 3 8 лапу магнум потому что в горы я изначально таскал именно 3 3 8 калибр лапу магнум и второй калибр который в америке уже считается устарейшим а у нас только приходит это 300 норма магнум да это замечательно 230 грей пуля скорость у нее порядка 920 метров в секунду то есть если здесь 6 5 3 ну я надеюсь что полторы тысячи он проживет выстрелов но так как у нас есть второй ствол то мы его в принципе используем я использую для охоты и для каких-то соревнованиях ответственных соревнований здесь видите дополнительные кронштейны для всевозможных помощников здесь кронштейны поэтому но в принципе я с ней уже охотился на по мере и она себя показала замечательно практически да да с этой винтовкой сам собирал пуля атип 300 норма магнум 230 грейн скорость 920 метров в секунду поправки практически ну скажем по ветру по крайней никакие не приходилось добавлять и практически все звери были добыты с одного выстрела на то есть было было в принципе достаточно единственное там если уж про это говорить на по мере своя особенность охоты да имеется ввиду у тебя сердцебиение очень бешеное и те группы которые ты собираешь на равнины стреляешь они конечно там по-другому летят и скорость у пули немножко возрастает видимо из-за высоты из-за плотности воздуха именно сама скорость почему-то возрастает и она летит на километр вот выше где-то на 15 сантиметров но не только пристреливать ее нужно скорее всего даже измерять потому что мы пользуемся баллистическими разными калькуляторами метеостанциями они не все эти не показывают скорость то есть здесь когда я следующий раз поеду на помир мне просто очень интересны эти вещи все изучайте я возьму хронограф и померяю скорость до поездки и непосредственно там ну и сделаю вывод потому что еще раз говорю на километр стрелял пристреливал пуля летит на 15-17 сантиметров выше а вот я смотрю что он весь был пап отец есть со спуском я узнаю по другим винтовкам везде где есть со спуском есть нюансы в данной винтовки это вторая серия они перестали экспериментировать всевозможные истории со спуском и спуск можно только немножко регулировать по натяжению до по по килограмму я вообще люблю спуски очень маленькие чтобы они не превышали 300 может быть в некоторых случаях и 200 грамм то есть мы сделали на срс минимальный получилось 750 а здесь на манлейхере там 250 грамм и конечно но это разные вкладки разные подходы и перед ответственными какими мероприятиями будь то охота или соревнования приходится но скажем привыкать к работе стольной винтовкой а носите вы их как они такие мягко говоря сложной конфигурации я бы так сказал как вы их носите на мне таскать-то приходится много по поводу таскания как у любого охотника ему всегда что-то не хватает то рюкзачок не тот то переноска не то соответственно у меня я не исключение у меня такая же ситуация я использую разные переноски когда ты едешь на лошади то есть это понимаешь что у тебя будет лошадь то чтобы не разбивать зад лошади да я использую но не видите короткие до соответственно если они длинные то я стараюсь чтобы меня винтовки братья с прикладом на складывающие то есть здесь еще очень удобно что я конечно не беру у него складывается приклад да вот и она становится соответственно достаточно короткая срс она сама по себе короткая да поэтому здесь не нужно поэтому я либо кроме пристегиваю когда перемещаюсь на лошади либо я использую рюкзаки которые либо между спиной рюкзаком она вкладывается ну а последнее время на помере непосредственно я просто биатлонные лямки брал с собой и два паза вот они на их ставь вставлял быстросъемные за спиной носил у меня был чехольчик здесь и мне в принципе этого было достаточно потому что там в основном перемещение ты движешь до по определенной точки до места а дальше двигаешься пешком мы и там уже не нужно было каких-то спец ну и как можно легче было спец оборудование и чтобы легче было на спине одинаковые да но здесь опять как говорится не нет с кем подружишься соответственно серия сергей сказал говорит давай вот есть австрийская винтовка давай попробуем австрийский прицел я до этого использовал как я вам говорил сваровские до прицелы я использовал шмид бендер я использовал night force американской компании решил опять попробовать компанию калис при прицел компании калис и в принципе доволен закрывает все стекла замечательные параллакс замечательный и почему их использую например для охоты и для снайпинга чтобы не запутаться в ответственный момент у меня все барабаны с одной стороны находятся я понимаю как работать по шкале и они уже и и разработаны поэтому на сегодняшний день я остановился на этих прицелах но мы идем дальше и винтов которые со временем я должен буду приобрести или уже можно сказать идет оформительский процесс документов да мы будем использовать прицел американской компании vortex с очень очень интересной сеткой на которую можно работать без барабанов по по и по ветру да и она достаточно сложная конечно для охоты ну для стрельбы она достаточно будет интересно она и для снайпинга в принципе и берется вот на самом деле винтовки сделаны для того чтобы из них стрелять так точно того чтобы о них рассказывать попробуем тогда отлично пойдемте ну вот мы подготовили позицию сейчас у нас весна тает немножко грязновато решили здесь купил в этом году потолще немножко ковер чтобы потеплее было лежать ну соответственно наушники дальше коврик так называемый демпферный коврик для того чтобы не было какого-то дергания или минимально были дергания при стрельбе при выстреле лабрадар который бы будет мерить скорость потому что это достаточно важно при выспе первых выстрелах при поиске нулей и вот собрали вчера около 100 патронов калибра 338 и калибра 3 300 норма magnum и сейчас сначала потренируемся и постреляем стрель 38 лапу магнума потом начнем 300 поменяем соло 300 норма магнум все наблюдает очень хорошо говорите но сейчас мы обнулились потому что и разбирали и прицел снимали нашли 0 кстати по горизонту никуда и не ушел до сергей только немножко вертикально у нас принципе кстати выставили у нас так бы и было поправки что 300 от 338 отличается 56 кликов поэтому вот что значит хорошо сделанная винтовка но и конечно классно сделано патрон подобрана навеска работаю ну чё вправо нужно крутануть прям дырка в дырку еще ну сейчас я сначала стрельну все-таки вот вправо решили обновить немножко мне чем нравится у этого прицела тем что вот эти замечательные крючки они находятся сама при цели это его можешь любой момент достать реально удобно еще удобно кстати что ты работаешь со всеми поправками одной рукой не нужно прибегать к левой руке давай оставим серёж давай ура центр еще главное вот когда снег идет или дождь идет чтобы вода не попадала на патрон потому что сразу же меняется будет скорость но и не будет достигнута желания никакого результата поэтому зачастую во всех винтовках есть шторки а если нет шторки про закрываешь затвор и ждешь выстрел попадание такая отметила первым попадание было был в землю звук по моему работаю прям в точку до вошла в нее же 05 до оставить давай дальше морал с этого прицела с этим прицелом и практически темно 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 было включил подсветку хорошо отработал морал был на фоне черного неба добыл его с первого высоком уровне сейчас поменяем один ствол на другой то есть 338 поменяем на 300 норм магнум для того чтобы подготовиться к соревнованиям и немножко с ним поработать очень у десертач чем просто делается откручивать откручивается 4 болта ослабляются даже правильно сказать ослабили и поворачивается один винт все теперь моего вытаскиваем я один на другой главное чтобы шлицы шлицы что были снизу но он не даст по-другому неправильно поставил поставить не сейчас все открываем затвор подкрутили затем затянули все и до щелчка их поворачиваем обычно поворачивает чуть чуть больше прям на миллиметр чтобы понадежнее было главное чтобы они были все четыре одинаково все мы поменяли ствол и сейчас будем сначала пристреливать новый ствол а потом попробуем в этих сложных погодных условиях стрелять на километры дальше отлично 911 метров такая же процедура на вертикальные барабаны откручиваем закручиваем и горизонтальные барабаны не сильно но они не соскочили сейчас еще один выстрел сделаем попробуем здесь проще здесь отдачи меньше здесь пуля летит гораздо лучше как шило американцы понимают пол патроном я хочешь 30 калибр пуля 230 грейд а тип где-то 10 циклов без выходить сами естественно собираем повторю также 920 правее 923 гильзы на вес золота сейчас вообще все на вес золота гулять всегда их собирает нежно моет чистят и дает им десятую жизнь сейчас бахнем на километр а дальше посмотрим хотя к сожалению я ничего не вижу вижу но очень плохо только мы только можно после выстрела серёг смотрю пока его не увидишь я думаю что 0203 не больше вправо вправо 02 на вал да я вижу работаю я в снайпинг пришел как и говорил с охоты разные ситуации бывают люди сначала снайпинге потом в охоте ну как я сказал у меня получилось ну по-другому и тренировки они конечно дают большой эффект я уже много раз и своих статьях писал и в принципе это и так понятно и логично что чем больше ты тренируешься тем проще добывать животного да то есть это более правильная охота когда ты на охоте ты тратишь один всего патрон и может стрелять как на 100 метров так вот бывают ситуации на 700 метров когда ну в принципе нельзя подойти поэтому стреляйте тренируетесь попадание в гонку опять таки говорил она сродни извиняюсь оргазму и когда ты слышишь этот звук приближающиеся металлические от попадания ну это просто выше всех похвал учитывая вертикали учитывая ветер ну и в принципе умея работать и обрабатывать винтовку на сетке попробую но это трешка на трех 3 8 3 7 0 2 все работы купил себе тепловизионную насадку компании про так с ней участвую и буду участвовать на соревнованиях на охоте тоже можно высокое очень качество участок стреляли порядка 720 метров с первого раза все заходило километр бы тоже но так как днем то тяжеловато ночью конечно будет легче если ее сравнить с нашими прицелами тепловизионными цена у нее такая кусается в 3 3,5 раза дороже таких хороших наших прицелов которые мы привыкли охотиться поэтому мне очень нравится так вот я уберем и и вытащим батарейки не разряжались там Субтитры подогнал «Симон»